При первом знакомстве 7-летний Саша сразу располагает к себе. Нас он с первой минуты покорил скромной, немного застенчивой улыбкой и полным послушанием. Когда мы приехали, Саша только проснулся. По первой команде отправился стелить постель, а потом с гордостью читал стихи и показывал любимые игры. Он хороший, он хороший. Вот сейчас мы на лекарствах, мы поспали. Когда это вот начнется, никто не знает. Жалобы приемной мамы Натальи Коноплевой могут показаться нелепыми. Не мой вопрос, разъяснила видео, снятое женщиной. На нем добрый, улыбчивый Саша начинает кидаться, кричать и биться. В эти минуты это уже как будто и не тот Саша, которого мы видим. У него бывают приступы агрессии. Самое страшное. То, что у него бывают необъяснимые приступы агрессии. Просто необъяснимые. Это, я не знаю, с чем это связано, но это там в голове. Все говорят, что это болезнь. Саша, приемный ребенок. В семью Коноплевым он попал сразу через несколько месяцев после рождения. Наталья год работала в Самарском доме ребенка «Солнышко», когда впервые взяла в руки маленького Сашу. Когда-то бывает вот такое чувство, вот это мое. И вот я его получила четырехмесячным в руки. Вот и вся история. И отказаться мы как-то не смогли от этого подарка судьбы. И вот это шесть лет назад он пришел к нам уже официально в приемную семью. И вот седьмой год пошел, как он с нами. Несколько месяцев женщина боролась за право забрать ребенка к себе. Затем уволилась с работы, чтобы все свое время посвятить воспитанию Саше. Уже тогда было понятно, мальчик особый. Поздно пошел, трудно поддавался обучению. После каждого приема врача новая запись в карточке. Задержка речевого развития, психическая и умственная отсталость. Каждые полгода ложимся. Нам корректируют лечение. Ложит Саша. Я езжу отсюда, на Нагорную. Саша страдает неконтролируемыми приступами агрессии. Из всего лечения ограниченный перечень тяжелых препаратов. Это очень тяжело. Вы понимаете, вот спит ангел, а просыпается демон. Наталье давно предлагали сдаться, вернуть ребенка в детский дом. Но такие предложения женщина даже не слушает. Она не понимает, как можно отказаться от ребенка, который в первые минуты встречи стал своим. Говорит, бороться будет до последнего. И сегодня главной задачей подобрать правильное лечение. Ребенок идет в первый класс. Если мы увеличиваем дозу тех лекарств, которые он на сегодняшний день принимает, он не может воспринимать вообще ничего. Шансы улучшить состояние здоровья мальчика есть. Для этого сначала его нужно обследовать в Институте мозга в Санкт-Петербурге. Поездка, проживание и обследование, и возможно лечение – все за свой счет. Семья живет в поселке Новосемейкино. Когда о их проблеме узнали жители Красноярского района, была проведена масштабная благотворительная ярмарка. На ней удалось собрать чуть больше 33 тысяч рублей. За эту помощь Коноплевы очень благодарны. Но, увы, этой суммы недостаточно. Этих денег хватит только доехать туда и вернутся обратно. Питание, проживание и самообследование – все это стоит вдвое больше, чем та сумма, которая есть у Коноплевых на руках. А если Саше назначат лечение, дополнительные средства понадобятся и на него. Приемные родители мальчика просят помочь им в сборе денег. Если вы хотите оказать свою поддержку Коноплевым, вы можете сделать это, позвонив Наталье Игоревне по телефону 8 905 300 62 69.